сегодня у нас достаточно сложная тема для обсуждения она мало понятная мало у кого есть опыт ведения таких пациентов но хочется все-таки начать разбираться в этом и поэтому сегодня наша передача час времени мы посвятим для того чтобы попытаться по крайней мере начать вникать в азинофильные поражения желудочно-кишечного тракта я пригласила в студию на двух экспертов представителей клиники фомина это тихомирова екатерина валерьевна врач-эндоскопист и манто ирина александровна врач-иммунолог да вы главный иммунолог аллерголог иммунолог клиники фомина спасибо вам огромное что вы пришли спасибо большое что постарались вникнуть в эту проблему скажите пожалуйста вот наверное ирина александровна я вам сразу передам слово что вот вам хочется сказать я знаю что вышли только что буквально консенсусные документы да поэтому вот передаю вам слово расскажите нам об этом спасибо большое валерия олеговна за приглашение я как человек который занимается редкими заболеваниями могу сказать что мы не ставим тех диагнозов о которых мы не знаем и во многом я не могу сказать что считаю себя экспертом в азинофильных поражениях желудочно-кишечного тракта но благодаря вам мы изучаем вникаем изучаем эту тему и я абсолютно уверена что это будет способствовать повышению выявляемости то есть в общем основная цель рассказать что такие заболевания есть что какие у них есть симптомы как заподозрить а почему именно сейчас почему этот момент пришел потому что буквально тот год ознаменовался выходом нескольких таких важных консенсусных документов по эзинофильному поражению желудочно-кишечного тракта вы их можете найти по qr-коду первый документ это консенсус по введению таких пациентов все что мы знаем такое саморе по патогенезу распространенности лечение второй документ это в таком новомодном стиле дольфийский консенсус по номенклатуре и вот здесь вот мы хотели нашим зрителям показать то как вот мы сейчас не берем эзинофильный эзофагит эзинофильный эзофагит у нас стоит отдельно да как называются эти заболевания правильно согласно последним консенсусным документам да вот это прямо абсолютно точный перевод как это написано в консенсусе по номенклатуре если поражается желудок то это эзинофильный гастрит причем очень интересно что также обсуждался в консенсусе вопрос а как называть если вот вовлечен и пищевод и желудок да и вот наши коллеги пока предлагают не объединять это в какой-нибудь эзофаги гастрит да то есть мы оставляем оба диагноза отдельно и эзинофильный эзофагит и эзинофильный гастрит а если поражена тонкая кишка то это эзинофильный энтерит и соответственно у нас еще есть название отдельно если мы можем выделить конкретную локализацию которая поражена это эзинофильный дуаденит юнит или ит и наконец если поражена толстая кишка то мы говорим о эзинофильном колите ну и также в общем и целом большей частью коллеги предлагают не смешивать название а конкретно указывать локализацию поражения а вот есть какие-то данные насколько часто это все-таки протекает очень изолированы или если уж есть эзинофильное поражение то это вот сразу все там гастрит дуаденит и так далее или пока ничего такого не пишут наверное мы будем часто употреблять эту фразу что пока данных мало сегодня в целом больше данных в литературе об изолированных поражениях того или иного отдела желудочно-кишечного тракта конечно больше всего о пищеводе на следующем месте по распространенности вероятно пока что эзинофильный гастрит ну и дальше наверное эзинофильный колит да вот здесь вот должны подчеркнуть что хотя мы все время раньше говорили что эзинофильный изофагит это очень редкое заболевание сейчас мы будем вам говорить о том что эзинофильный изофагит это наиболее часто встречающиеся эзинофильное поражение желудочно-кишечного тракта следующий по распространенности у нас идет эзинофильный гастрит это то заболевание которое после нашей передачи мы должны теперь с вами все начать узнавать и выявлять мы постараемся немножечко дать ключи к этому с тонкой кишкой все сложнее во-первых там и диагностика сложна потому что туда сложно вообще добраться ну и в целом есть данные что это достаточно редкие поражения про толстую кишку эзинофильный колит нам тоже пока говорят что это редкое очень заболевание но при этом везде подчеркивается что скорее всего это редкость связано с тем что просто мы пока не устанавливаем диагнозы не умеем узнавать их но по крайней мере вот с номенклатуры мы разобрались то есть каждый каждый отдел мы называем отдельно это может быть первый шаг до эзинофильный эзофагит и эзинофильный колит например и вполне возможно что они могут сочетаться хотя раньше мы вот все время подчеркивали что эзинофильный эзофагит это вот должно быть обязательно изолированное поражение что если мы видим вовлеченность желудка или каких-то других органов ниже лежащих то эзинофильный эзофагит как диагноз уже исключается и мы там ищем какие-то другие причины оказывается нет они могут сосуществовать и ну вот такие все чем дальше мы изучаем эту проблему тем новые нам открываются какие-то горизонты так ну а теперь у меня к вам вот какой вопрос раз уж вы аллерголог иммунолог вы нам должны объяснить что не так с этими людьми да то есть вот с при эзинофильном эзофагите сейчас абсолютно четко расшифрован патогенез этого заболевания что там в основе лежит так называемое т2 воспаление и почему нам это важно вот помнить об этом т2 воспаление потому что т2 воспаление лежит в основе еще многих других атопических заболеваний бронхиальная астма атопический дерматит аллергический ренит там и так далее да то есть когда мы ищем пациентов с эзинофильным эзофагитом и всегда спрашиваем а нет ли у вас бронхиальная астма то есть мы на это делаем акцент вот что с этими заболеваниями с гастритом до аденитом энтеритом там такой же патогенез и вообще что это такое т2 воспаление давайте коротко расскажем нашим зрителям да смотрите действительно уже доказано текущий момент что т2 воспаление является основным патогенезом эзинофильного эзофагита и в целом настолько насколько сейчас у нас есть данные также уже подтверждено что это и при эзинофильном гастрите ведущий механизм вероятно при поражении тонкой кишки также а вот при эзинофильном колите нет да то есть у нас больше вопросов пока про эзинофильный колит что лежит в основе патогенеза вот но по крайней мере про эзинофильный эзофагит гастрит и энтерит мы уже можем сказать что да здесь лежит т2 воспаление действительно это воспаление которое лежит в основе многих аллергических заболеваний во первых в основе лежит повреждение эпителиального слоя эпителиального покрытия пищевода да то есть пищевод выслан эпители что происходит при эзинофильном эзофагите и эзинофильном гастрите за счет снижения количества определенных белков происходит увеличение пространства межклеточного увеличение проницаемости эпители и одновременно так как больше в принципе популяция больше пациентов аллергиков среди пациентов с эзинофильным поражением желудочно-кишечного тракта об этом тоже важно сказать что мы точно опять же знаем при эзинофильном эзофагите что примерно 70 процентов а то и больше аллергиков и то же самое мы уже можем сказать при эзинофильный гастрит и про эзинофильные имеется ввиду пищевая аллергия не только пищевая может быть и респираторная тоже хотя да действительно чаще характерно пищевая аллергия и так пациенты вот здесь прямо показано что пациенты получают контактирует с различными антигенами это может быть контакт пероральный может быть перспираторный и происходит пенетрация этого антигена через поврежденную слизистую и дальше буквально происходит местный контакт антигена с дендритной клеткой и дендритная клетка это такая клетка которая ответственна за встречу антигена антиген презентирующая клетка ее основная функция презентировать то есть знакомить окружающие клетки с этими самыми антигенами и собственно она контактирует с т-хелперами второго типа поэтому и воспаление называется т2 воспаление раньше причем использовался более термин th2 потому что т-хелперы но сейчас больше используется более правильным считается т2 воспаление но тем не менее надо понимать что это одно и то же просто чтобы наши зрители не путались итак активируются эти самые т-хелперы и дальше идет именно т-хелперы второго типа да 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 спасибо большое вот валерия олеговна уже мне кажется лучше в этом разбирается чем многие аллергологи и дальше а за счет повышения и активации синтеза определенных интерлекинов мы сейчас про них поговорим происходит уже следующие этапы давайте еще пару слов что такое интерлекина интерлекина такая система мессенджинга иммунной системы интерлекин то есть это медиаторы между лейкоцитами они передают сообщение клеточкам иммунной системы от одной другой то есть это как условные вот сапинки вот так вот важным интерлекином является интерлекин 5 интерлекин 5 выходит как бы активирует не вернее угнетает апоптос эозинофилов увеличивает продолжительность их жизни он привлекает их вместо воспаления собственно поэтому это иезинофильное поражение собственно поэтому мы видимızинофильные инфильтрацию органов чем большеấкина в пятю чем больше за интерлекина 5 чем больше сuary они входят в взаимный порочный круг. То есть основной виновник вообще это интерлекин-5. Да, да-да-да, совершенно верно. Ну, в целом, то есть он и основной виновник, но и другие звенья, патогеноза, они тоже очень важны. Интерлекин-4, интерлекин-13, тоже важные участники. Что делают они? Они переключают Б-клетки. Б-клетки изначально у нас, Б-клеток разных много вариантов, и чтобы Б-клетки начали синтезировать антитела, нам нужно их переключить. Они как будто как вот тумплер переключают. Эти самые Б-клетки переключаются на синтез иммуноглобулинов И и иммуноглобулины G4. Уже в свою очередь эти антитела взаимодействуют с рецепторами на поверхности тучной клетки, и тучная клетка декранулирует, ну, собственно, иезенофила тоже декранулирует, и это вызывает, высвобождает большое количество активных веществ, которые уже приводят к воспалению, к формированию структурных изменений органов, собственно. И на самом деле, вот когда рассказываешь, действительно, этот патогенез по большому счёту ровно то же самое. Я говорила бы про бронхиальную астму, про атопический дерматит в особенности, где мы тоже говорим про нарушение проницаемости эпителия. Да, то есть по сути на месте картиночки проницаемости эпителия мог бы быть и тот эпителий, который выстилает нашу кожу, представляет нашу кожную пакуру. Вот, собственно, такой патогенез. И это, на самом деле, для чего нам это важно понимать в большей степени? Конечно же, когда мы будем говорить про лечение, да, соответственно, когда мы понимаем точки приложения, то это для нас в дальнейшем будет очень перспективно, чтобы понять, как же лечить наших пациентов. Ну, с точки зрения лечения, да, то есть мы уже понимаем, что нам надо убирать какие-то аллергены, наверное, пищевые, да, которые вообще провоцируют этот процесс, искать эти аллергены. И, ну, и с точки зрения диагностики, наверное, тоже, то есть мы понимаем, что, скорее всего, пациент с эзенофильным гастритом, он одновременно будет еще страдать, там, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, да, ну, какими-то тоже заболеваниями со сходным патогенезом, скорее всего, это нам, ну, как-то, если уж мы вот обследовали пациента, никак не можем найти у него причины для его тяжелых гастроэнтерологических симптомов, а тут у него еще сопутствующие атопические заболевания, это будет ключиком задуматься о том, а не взять ли этому пациенту биопсию, не поискать ли там эзенофилы в слизистой оболочке, например, желудка, да, ну, в зависимости от симптомов. Если у него преобладает диарея, будем искать в кишечнике, если там тошнота, рвота, тяжесть, распирание и так далее, то будем искать в желудке. Так, ну что у нас дальше по плану? Дальше по плану у нас, наверное, клиническая картина, да, то есть, что, какие симптомы нас могут натолкнуть вообще на мысль, что речь идет об эзенофильном гастрите, дуадоните, энтерите или колите. Ну, вот здесь, наверное, мне, да, или мы с вами расскажем. Можем бить. В совокупности с эндоскопией тоже, к сожалению, к сожалению, симптомы эзенофильного поражения, мы сейчас не говорим про пищевод, мы говорим вот о нижележащих отделах, они очень-очень не специфичны, то есть нет какого-то симптома. Вот при эзенофильном эзофагите главным симптомом является дисфагия. У пациента отекает слизистая оболочка пищевода, там развиваются структуры, и пациенту сложно глотать, да. Вот при иозинофильных поражениях ниже лежащих отделов симптомы очень неспецифичны. И тут еще надо сказать, что иозинофилы, они, как оказалось, поражают не только слизистую оболочку в желудке и в кишечнике, они, оказывается, могут проникать более глубоко, да, то есть и в мышечный слой, и даже там, где есть серозная оболочка, субсерозно. И вот в зависимости от того, насколько глубоко это иозинофильное поражение, у нас будут и более тяжелые симптомы, и более тяжелые эндоскопические проявления. Какие симптомы? Если речь идет о гастрите, то это будут боль, спазмы, это может быть рвота, это может быть рвота с кровью. Частенько у таких пациентов развивается тяжелая железодефицитная анемия, гипоальбоминемия вследствие нарушения встала. Сосасывание, может быть изжога, могут быть очень выраженные диспептические симптомы, раннее насыщение, тяжесть, вздутие в эпигастральной области. Ну и когда мы начинаем такого пациента лечить какими-то нашими привычными гастроэнтерологическими средствами, то большого эффекта мы не получаем. И посмотрите, вот здесь же сказано, да, что если поражается слизистая оболочка, то эндоскопически мы можем увидеть язвы, то есть вот эрозии и язвы. Если же поражается мышечная стенка желудка, то это может быть в принципе, посмотрите, непрекращающаяся рвота, развивается стеноз привратника, ну то есть такие достаточно серьезные тяжелые и симптомы проявления. Если речь идет о поражении кишечника, то здесь на первое место выходит уже мальабсорбция, это гипоальбоминемия, железодефицитная анемия, может быть похудание, тяжелая диарея, опять-таки тошнота рвота, кровь в стуле. Если речь идет о толстой кишке, да, то есть мы уже видим милену, это, смотрите, может быть запор, может быть диарея. То есть симптомы абсолютно не специфичные и зацепиться во большому счету не за что, да, но вы видите, что симптомы достаточно тяжелые. Да, в отличие от эзенофильного эзофагита, когда до тех пор, пока не разовьются стриктуры, пациент, в общем-то, чувствует себя замечательно. И в этом тоже проблема, потому что очень часто моих пациентов, например, я не могу даже вызвать на прием, потому что они говорят, от чего мы будем приходить, у нас все нормально. Вот при эзенофильном гастрите или энтерите это достаточно тяжелые страдания, вот, поэтому чисто по клинике мы, к сожалению, диагноз установить вряд ли сможем. И мы, конечно, вот с такими симптомами первое, что сделаем, направим пациента к эндоскописту. И сейчас нам Екатерина Валерьевна скажет, чем она нам может здесь помочь или не может помочь. Какие признаки эндоскопические? Добрый день, уважаемые слушатели. Я благодарю Валерию Валерьевну за приглашение. Да, вы абсолютно правы, что клиническая симптоматика абсолютно не специфична у таких пациентов. Но предположу, что когда мы видим незначительные проявления эндоскопические, мы их не связываем никак с жалобами, потому что они еще не сильно выражены. А вот когда мы уже видим эрозии, глубокие язвы, в том числе с кровотечением, с перфорацией в полых органах, например, в желудке или в двенадцатиперстной кишке или в тонкой кишке, то, соответственно, они уже взаимосвязаны с определенной тяжелой клинической картиной. Это так же, как когда мы ищем источник тонкокишечного кровотечения, мы всегда начинаем искать, когда мы уже видим какие-то его осложнения. А на ранних стадиях мы никогда не знаем вообще, с чего начать и даже не обращаем внимания на эндоскопическую картину. Какие же есть эндоскопические признаки единофильных гастрита или дооденита? Это могут быть и эрозии, и язвы, это может быть даже утолщение складок желудка, отек, рыхлость, зернистость. Но, с другой стороны, вы скажете, это то же самое мы видим при хеликобактерной инфекции, но это же не значит, что любой эндоскопист будет брать каждому пациенту биопсию из эрозии и просто при зернистости слизистой оболочки или просто даже при язве двенадцатиперстной кишки будет ли он сразу думать о том, что это единофильный дооденит. И в данном случае, конечно, здесь командная работа с гастроэнтерологом, с патоморфологом, с аллергологом, линологом очень помогает поставить этот диагноз. Я хочу, кстати, отметить, что если эндоскопист работает в команде вот такой, то такой диагноз поставить гораздо проще и быстрее, чем если он просто работает в обычной клинике либо в скоропомощной больнице, например, где только народные тела, кровотечение, тяжелые состояния, и он просто даже не знает, а кто будет вести этого пациента в дальнейшем, хирург, гастроэнтеролог. У нас, например, в клинике такая команда мощная есть, и действительно очень пациент как бы ориентирован на эндоскописта, на гастроэнтеролога, на аллерголога, на патоморфолога. И в принципе я убеждена, что мы будем быстрее сталкиваться и узнавать теперь такие диагнозы. А вот каких-то внешних всё равно нет, отличительных черт не описывают, что вот язва при эзенофильном гастрите, например, как-то вот характерно выглядит, может, у неё отёк какой-то вот необычный? Нет, нет, абсолютно всё не специфично. И здесь нам стоит уповать на то, чтобы эндоскопист, возможно, даже сам собрал как анамнез, да, может быть, кратко, может быть, спросил, да, действительно, про атопический дерматит, про эзенофильный астму, какие-то аллергии у пациента, либо заподозрил эзенофильный изофагит и подумал о том, что, возможно, есть ещё и поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Кстати, действительно, в рекомендациях по эзенофильному изофагиту написано, что вы можете, это не прям чётко выведен как критерий, да, выполнения биопсии при эзенофильном изофагите из желудка и двенадцатиперстной кишки, но вы можете, вам рекомендовано выполнить биопсию из двенадцатиперстной кишки и из желудка на предмет эзенофильного поражения вот этих вот органов. Что касается эзенофильных элитов, крайне редкий диагноз, действительно, он редок, благодаря тому, что тонкая кишка, несмотря на внедрение капсульной баллонной энтероскопии, всё равно остаётся очень плохо диагностированным во всём мире. И, во-вторых, мы действительно пока плохо знаем это заболевание, и вот было проанализировано с 2005 по 2020 год 13 всего лишь исследований с эзенофильным поражением тонкой кишки. И вот какие представили наши коллеги клинические случаи. Например, поражение тонкой кишки – это эрозии и язвы в тонкой кишке. Казалось бы, это абсолютно не специфично, потому что абсолютно такие же изменения мы можем видеть и при каком-то инфекционном поражении тонкой кишки, и при НПВС-индуцированных энтеропатиях. Абсолютно не специфически. Плюс, если ещё и жалобы у пациента – это какая-нибудь диарея, ну или какая-нибудь лёгкая потеря белка, то тоже и ни эндоскопист, ни гастроэнтеролог не задумывается о том, что это может быть именно эзенофильное поражение. А вот, кстати, в подвздошной кишке ведь достаточно часто выявляются эрозии, и всегда первое, о чём бегут думать, это воспалительные заболевания кишки, но потом, как правило, приходит заключение от морфолога, который этот диагноз отметает. А вот на эзенофилы никто особого внимания не обращает. Их даже не считают, мне кажется. Просто описывают, что есть эзенофилы в инфильтрате в этом. Но вот, видимо, надо считать. Сейчас мы к этому подойдём, что для того, чтобы глобально недостаточно установить диагноз, для того, чтобы установить диагноз недостаточно просто взять биопсию. Надо ещё и посчитать эти эзенофилы. И желательно, если патоморфолог ещё будет, ему эндоскопист хотя бы кратко укажет клиническую картину пациента, поверьте, патоморфолог поставит такой диагноз. То есть нужно понимать, что патоморфолог, он тоже немножечко клиницист, он может проанализировать картину. Если ему эндоскопист сообщит о том, что он видит, и о предположениях даже гастроэнтеролога, диагноз будет гораздо быстрее поставлен. А вот смотрите, мы сейчас всё делаем акцент на эрозии, на язвы. А вот бывает так, что эзенофильный гастрит или элит просто отёком и больше ничего? Бывают проявления, это такие как отёк, рыхлость, слизь, утолщение, вы сказали. Атрофия ворсинок иногда бывает, но здесь важно как раз не перепутать с целиакии. Утолщение стенок бывает. Всё очень неспецифично. А вот про стриктуры я ещё сказала, что иногда могут развиваться вплоть до стриктуры. Без лечения, я думаю, что это как раз осложнённая форма эзенофильного элита. И здесь на что очень стоит обратить внимание. Да, мы знаем, что сейчас есть капсульная эндоскопия, она сейчас очень распространена в клинической практике, но нужно понимать, что капсулу мы не можем назначить пациенту с клинической картиной, похожей на то, что там есть что-то такое обструктивное, желательно сделать какие-то лучевые методы, например, КТ, МР, энтерографию, исключить эту стриктуру, и тогда мы можем сделать капсульную эндоскопию и увидеть, даже если там есть небольшая деформация просвета, но капсула пройдёт, это для нас уже тоже будет диагноз. Как ещё можно выявить стриктуру? Ну, допустим, мы её выявили по лучевым методам, а капсулу мы не можем делать. Но тогда нам в помощь баллонная эндоскопия. Есть методики однобаллонной, двухбаллонной эндоскопии. На что они направлены? На то, чтобы целенаправленно с помощью достаточно длинного двухметрового эндоскопа пройти либо сверху, либо снизу, в зависимости от предположения, где находится эта стриктура, её рассмотреть, выполнить биопсию и определить дальнейшие показания к лечению. Чаще всего это бывает хирургическое лечение. Мы сейчас с вами разобрали, да, ну так, хотя бы поверхностную эндоскопическую картину. Но вот я до этого говорила, что и азинофильные поражения, они частенько не только слизистую оболочку, но и более глубокие слои, мышечные, подслизистые. И в этом случае эндоскопия нам тут как бы не до конца помогает оценить вообще весь масштаб трагедии. И поэтому нам надо сказать сейчас, что в этих случаях, ну и вообще во всех неясных случаях, мы, конечно, должны использовать лучшие методы исследования. Пару слов про азинофильный колит. Тогда мы скажем, что действительно для него может быть как характерно, и я, кстати, отмечу, что в нашей клинике тоже было два случая азинофильного колита, абсолютно без каких-либо эндоскопических изменений у пациентов с диареей. И тогда подозревали микроскопический колит, но вышла азинофильный. То есть просто взяли биопсию и увидели массивную азинофильную инфильтрацию? Да, поэтажную биопсию выполнили. То есть может как не быть вообще никаких изменений, так и может быть отек, рыхлость, слизистая оболочка, контактная кровоточивость. Очень интересный тоже такой признак эрозии, язвы и деформации, сужения просвета. А что насчет лучевых методов? Действительно, утолщение стенок кишки встречается, например, при азинофильном колите вот здесь вот. Дилатация стенок кишки, а также признаки асцита. Но это, как я понимаю, возникает уже на более поздних стадиях развития заболевания. Такие пациенты госпитализируются в стационар, у них берут асцитическую жидкость, кстати, там тоже находят азинофилы. Они подвергаются и хирургическим также вмешательствам, и таким образом устанавливается диамет. Во-первых, нам надо понять, прежде чем отдавать эти кусочки ткани морфологу, нам надо очень четко понимать, кому мы проводим биопсию, из каких отделов проводим биопсию и в каком количестве. Показания достаточно размыты для эндоскописта. Эндоскописту в этом плане сложно, особенно если рядом нет грамотного гастроэнтеролога, который соберет анамнез полноценный и распишет все показания и свои предположения. Но если такой гастроэнтеролог есть, если эндоскописту повезло, то рекомендовано. Опять же, нет сейчас точного количества кусочков биопсийных, которые нужно выполнять из верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Но, по крайней мере, по данным публикации говорят, что выполнять нужно из тела эндрального отдела желудка от 4 до 6 кусочков, из 12-перстной кишки от 4 до 6 кусочков. Также, при колоноскопии очень важно, это мультифокальная биопсия из всех отделов. Из терминального отдела подвздошной кишки обязательно, из правых отделов, из купола слепой кишки и восходящей ободочной кишки отдельно. В отдельный флакон, повторюсь, что вот этот биопсийный материал собирается именно в отдельные флаконы. Также, я думаю, не менее трех кусочков нужно в следующий сегмент толстой кишки, это поперечная ободочная и нисходящая ободочная кишка. И в последний флакон, это биопсия из сигмовидной ободочной кишки и из прямой кишки. Таким образом, как видите, достаточно много флаконов, достаточно много биопсий, но это позволит нам установить диагноз. Также, если эндоскопист даже без направления гастроэнтеролога заподозрил эзенофильный эзофагит, то он может также, как я уже говорила, выполнить биопсию из желудка из 12-перстной кишки. При колоноскопии тоже может, в принципе, взять поэтажную биопсию из толстой кишки терминального отдела подвздошной кишки. Показания мы рассказали. Может быть, у вас есть, Ирина Александровна, какие-то свои, с точки зрения врача-клинициста, что добавить, да, кому, кому. На самом деле, да, действительно, очень интересно. Мне кажется, что тут в этом контексте сбор аллергологического анамнеза, который, если уж положить руку на сердце, смежные специалисты собирают, ну, достаточно экспресс-методом, то есть вряд ли так много уж гастроэнтерологов, которые будут сидеть и качественно собирать аллергологический анамнез. Тут он, конечно, приобретает, вот необходимость качественно собирать аллергологический анамнез, она приобретает новое такое значение. И так как мы сейчас живем в эру искусственного интеллекта, возможно, в будущем улучшить диагностику таких заболеваний как раз искусственный интеллект, который мог бы компилировать вот эти вот данные. Еще же пациенты какие, они, ты же гастроэнтеролог, тебе зачем знать, что у меня там бронхиальная астма, или я использую ингалятор каждый день, я уже вообще думать забыл, что она у меня есть. Получение вот этих данных из всей карты, например, если пациент жалуется там на рвоту с кровью, и в карте есть коды, связанные с аллергологией, чтобы искусственный интеллект выдавал подсказку, что обратите внимание, тут у нас красный, и, например, особенно, если есть эзенофилия в крови, обратите внимание, красный флаг про эзенофильным поражением кишечника. Обязательно проконтактируйте с эндоскопистом, решите вопрос о выполнении биопсии. Мне кажется, это было бы прямо... Ну вот давайте, значит, резюмируем. То есть перед нами пациент, мы, кстати, еще не сказали портрет пациента, мужчина, женщина, какого возраста? Расскажите нам, есть какие-то особенности? Мужчины чаще, женщины, дети, юноши, там, каков он? Пока, в отличие от эзенофильного эзофагита, где четче мы представляем портрет, в данной ситуации мы можем... Здесь нет такого смещения по полу в пользу мужского пола. Пациенты могут быть, в принципе, любого возраста. Это могут быть и молодые пациенты, в принципе, и дети тоже могут быть. Больше данных пока о представителях европеоидной расы. Но бог его знает, может быть, это связано больше с тем, что просто более исследовано. Может быть, потом больше будет данных о представителях, о других представителях. Но, повторюсь, самые такие маркеры, которые могут нас натолкнуть на эту мысль, это, конечно же, атопический анамнез, отецогащенный, любой. То есть бронхиальная астма, аллергический ренит, атопический дерматит, пищевая аллергия. Да, все что угодно. И второе, это, наверное, уже если по обследованию, но так как пациенты часто сдают этот анализ, это повышение уровня эзенофилов в крови. То есть пациент может обмолвиться, что и что-то у меня всегда эзенофилы. То есть мы можем уже сразу сориентироваться на это. И, конечно, такое сочетание должно натолкнуть на необходимость выполнения биопсии. Понятно. Ну, тогда вот, значит, нам сейчас предстоит озвучить самый-самый главный слайд, который подведет нас к диагнозу. Итак, значит, мы все-таки заподозрили пациента, что у него есть, например, эзенофильный гастрит или колит или энтерит. Провели ему биопсию множественную, отдали патоморфологу. И дальше нам приходит заключение. Екатерина Валерьевна, сможете нам сказать, из каких отделов сколько эзенофилов? Наверное, запомнить это невозможно. Вы можете сфотографировать этот слайд. Сколько эзенофилов в каждом из отделей будут для нас критерием того, чтобы мы все-таки этот диагноз как-то уже установили. Как видите, на данном слайде проведено очень много чисел. Это пороги максимальной эзенофильной инфильтрации в поле зрения при высоком увеличении. Вот здесь коллегия специально приводит 0,27 мм квадратный. И они имеют в виду именно при высоком увеличении. То есть в желудке эзенофильная инфильтрация должна быть более 30. В 12-перстной кишке более 50. И, как видите, достаточно большой разброс от 60 до 100 эзенофилов в различных отделах терминального отдела подвздошной кишки и во всех отделах в толстой кишке. То есть это, смотрите, это врач-патоморфолог. Если биопсия взята из купола слепой кишки, должен сидеть и считать 100 штучек. Если их будет 100-102, то это уже... То есть это большая такая работа, серьезная для врача-патоморфолога. В принципе, да, это кропотливая работа. Но, насколько я видела по нашим заключениям, вот нашего врача-патоморфолога из МГУ Нина и Александровны Олейниковой, все достаточно грамотно написано с указанием количества эзенофилов, с их превышением. И как раз в заключении и вынесенный эзенофильный колит, в частности, мы разбирали случай эзенофильного колита, когда там было действительно превышение эзенофилов, и там было указано в скобках количество этих эзенофилов, там более 100 было написано. И именно поэтому мы поняли, что врач-патоморфолог установил диагноз эзенофильного колита. Ну, для того, чтобы, да, он так написал, конечно, врач-патоморфолог, во-первых, должен быть нацелен на то, чтобы прям описать количество, да, чтобы посчитать и быть в курсе вот этих вот последних консенсусных документов. Потому что частенько, вот у меня тоже была на прошлой неделе пациентка, у которой очень неспецифические симптомы, она страдает каким-то вздутием бесконечным, ничего ей не помогает, ну, вот какие-то диспептические симптомы, которые не проходят уже много лет. Там нет, конечно, каких-то тяжелых рвот из кровью или там крови в стуле, но тем не менее, вот проведена была ей и гастроскопия, и колоноскопия, и в терминальном отделе кишки нашли эрозии, и морфолог выдает заключение, что есть там какой-то инфильтрат лимфоплазмоцитарный с преобладанием эзенофилов, и все. Ну, то есть там не сказано ни слова, сколько их там, 10 или 100. И вот в этой ситуации, и это, в общем-то, пока, мне кажется, достаточно частая картина. Однозначно морфолог вынес заключение, что речь идет не о ВЗК, она написала, необходимо исключить воспаление аллергического или еще какого-то инфекционного генеза, но, по большому счету, ключа вот такого к диагнозу у нас нет, и мы не понимаем, можем ли мы лечить эту пациентку, как действительно пациентку с эзенофильным элиитом. То есть нам сейчас надо подбирать диету какую-то строгую, лечить ее топическими стероидами. Вот для этого мы, конечно, должны со своими патоморфологами тоже контактировать, иметь вот эту табличку и у себя перед глазами, и дать им, чтобы в случае подозрения мы могли с диагнозом разобраться. Да, Ирина Александровна, может, у вас есть какие дополнения? Ну, вот именно по патоморфологии, наверное, нет. Да, давайте. Так, ну теперь нам осталось, видимо, перейти к лечению, лечению эзенофильных поражений, и здесь я, наверное, тоже попрошу, чтобы вы мне в этом смысле помогли. А, перед лечением. Вот очень важный момент мы забыли озвучить про то, что эзенофилы в слезистой оболочке желудочно-кишечного тракта, они же не зря там в таком большом количестве, в принципе, в норме-то и существуют. Они там нужны для борьбы, в первую очередь, со всякими паразитами, да, с гельминтами, с бактериями, наверное, в том числе. И есть очень много других заболеваний, при которых эзенофилия в слезистой оболочке вторично, да, не потому что это вот первичный такой сбой иммунной системы, а потому что есть какая-то другая причина, почему там вдруг стало так много эзенофилов. И вот если говорить о дифференциальном диагнозе, ну, в общем-то, только для ознакомления пока, да, то есть чтобы мы помнили о том, что злокачественные новообразования могут сопровождаться эзенофилией, слизистой оболочке, пищевая аллергия, воспалительные заболевания кишечника, безусловно, глистные инвазии, да, Ирина Александровна, что еще с вашей самонологической точки зрения? Да, тут я единственное, что даже бы сказала про глистные инвазии, так как, наверное, мы же знаем, что есть гельминты, которые внутри кишечные, да, и вне кишечные, ну, вот по локализации. Я полагаю, вот мне просто сейчас стало интересно, Екатерина, что скажете, а если мы делаем эндоскопию, да, то мы увидим, ну, по крайней мере, тот отдел, который исследовали, есть ли там гельминты. В некоторых случаях мы можем увидеть гельминтов. Но не всегда, то есть мы не можем на это положить. Ну, то есть действительно, может быть, вот именно к инфекционисту имеет смысл направить. Вот, что касается заболеваний соединительной ткани, первичных иммунодефицитов, гиперозинофильного синдрома, тут я бы сказала, что надо понимать, что это все системные заболевания, для которых характерен широкий спектр проявлений. То есть упустить их невозможно. Да, довольно-таки сложно себе представить. Да, но я больше по первичным иммунодефицитам, что такой первичный иммунодефицит, который вдруг внезапно проявился только эльминофильным поражением, да, то есть это, в принципе, и не то, чтобы надо ко всем этим специалистам направлять. То есть если вы видите, что это единственное проявление, там, в виде вздутия, да, и какие-то диспетические, действительно, то не обязательно прям направлять на исключение всех этих заболеваний. Но, возможно, действительно, при поражении кишечника к инфекционисту, именно эльминофильным, да, поражение кишечника к инфекционисту пока что направить нужно. Ну, или хотя бы сдать просеп. Ну, можно какой-то минимальный спектр вообще исследований для пациента, у которого мы подозреваем эльминофильное поражение. То есть мы поняли, что это обязательно будет эндоскопическое исследование с биопсией. Это, скорее всего, будет какой-то лучевой метод исследования, не чтобы оценить поражение толщины, да, поражение глубины, насколько это затрагивает мышечную стенку. Это обязательно будет общий анализ крови с оценкой уровня эльминофилов. Если у нас есть эльминофильное поражение кишечника, это обязательно будут анализы на выявление гельминтов, да. Методом, да, просеп. Да, что еще? Какие-то вот есть у нас обязательные еще моменты, которые мы должны провести каждому пациенту с подозрением на эльминофильное поражение. Иммуноглобулин ИДЖ4 нужно или нет? Или это нам никакой дополнительной информации? Вот как раз есть такой слайд. Можно я его попробую найти? Да, с моей точки зрения, как аллерголога, методы обследования на, так скажем, аллергию, да, или при аллергии, потому что далеко не всегда работают такие мультидисциплинарные команды, как у нас, да. Да, чтобы доктора сами более-менее понимали. Значит, информативными методами считаются кожные пробы, иммуноглобулины и специфические, да, то есть если, например, врач немножечко сам вник, то он может назначить иммуноглобулины и специфические какому-то аллергену, если не может набрать к аллергологу. Малоинформативными считается, обратите внимание, иммуноглобулин и общий, ну и нас больше волнует эвизинофила, то есть эти анализы, в принципе, не говорят ни о чем для меня, как аллерголога, ни о том, что пациент аллергик, ни о том, что не аллергик, поэтому и общий сдавать не нужно, это лишний анализ. Эвизинофильный катионный белок. Этот белок пациенты очень любят сдавать. Это, вот смотрите, самое, да, внимание на сон, на не информативное. Это эвизинофильный катионный белок пациента, да, его очень любят. Зачем он вообще нужен? Скажем так, это на самом деле, плохого в этом показателе нет ничего. Действительно, он высвобождается при дегрануляции эвизинофила. На текущий момент это, скажем так, это наука. То есть, действительно, в научных исследованиях пока он исследуется, этот показатель, но на текущий момент мы так и не выявлены, вот где и как он может использоваться в практике. То есть, где этот котов, когда он говорит о чем-то, критерием какого диагноза он является, у него нельзя привязать к тяжести сечения. То есть, это ничего. Ну, сдал и сдал. То есть, это единственное, что даст врачу, это потом необходимость объяснять, что это ни о чем, и дальше сдавать больше не надо. То же самое касается и ГГ к аллергенам. В целом и общие ГГ, и ГГ-4 тоже, ну, нет необходимости сдавать. Ну, и есть, напоминаю, такие всякие дурацкие методы диагностики аллергии, метод фолия, ИГЕ к небелковым молекулам, например, к лекарствам, да, если подозревают у пациента лекарственную вдруг аллергия, то именно иммуноглобулины и к лекарствам мы не сдаем там в 99% случаев. То есть, это для нас неинформативно. И вот у нас есть такой слайд про вторичное состояние. Я думаю, что здесь очень много про то, что обычно сдается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ведь нередко бывает анемия сопутствующая. То есть, даже не знаю, есть ли что-то такое? Очень маскируется, на самом деле, я вижу азенофильные поражения действительно с воспалительными заболеваниями кишки. И раньше, мне кажется, любой гастронтролог в виде эрозии язвы говорил, что это болезнь крона. Да и сейчас. То есть, мы других заболеваний просто не знаем. И когда мы видим эрозии язвы в кишке, у нас есть одна только мысль, это воспалительные заболевания. Мы тут с Мариной Юрьевной Дегтяревой как раз обсуждали, что это может быть при многих других состояниях. Но вот в том числе, видимо, при эзенофильном колите. И поэтому, когда нам надо провести дифференциальную диагностику, еще вот пишут о том, что дополнительным подспорьем тут может быть фекальный кальпротектин. То есть, фекальный кальпротектин повышается абсолютно точно при ВЗК, а вот при эзенофильных поражениях он, скорее всего, будет не повышен. Хотя вот здесь тоже, что называется, нужно больше данных. Но пока, если уж вы направляете пациента сдать фекальный кальпротектин, то его выраженное повышение скорее будет свидетельствовать в пользу воспалительных заболеваний кишечника. Так, ну все, теперь мы, наверное, можем перейти все-таки к лечению эзенофильных поражений желудочно-кишечного тракта. И, ну вот я скажу какие-то, наверное, ключевые аспекты, потом передам слово. Как лечить эзенофильный изофагит нам, в общем-то, достаточно понятно. Хотя пока 100% такого средства эффективного, да, препарата, ну если только мы не говорим о биологической терапии, наверное, вот биологическая терапия, как раз антиинтралекиновые препараты, особенно антиинтралекин-5 препараты, да, они показали очень высокую эффективность в лечении эзенофильного изофагита. Но здесь, по крайней мере, у нас есть несколько групп и стратегий лечения. Вот. Если мы говорим про эзенофильный гастрит, дуаденит, энтерит, колит, то пока данных очень мало. Очень мало пациентов, нет практически клинических исследований серьезных, больших. Поэтому стратегия терапии у нас сводится фактически только к двум линиям. Первое, это мы пытаемся подобрать диету таким пациентам, на фоне которой им станет легче, и все вот эти вот проявления и клинические, и гистологические войдут в ремиссию. И второй путь, это медикаментозный, это применение пока, к сожалению, стероидных гормонов, глюкокортикостероидов. В основном пишут о применении пероральных системных препаратов, то есть когда человек принимает те гормоны, которые у него будут всасываться в системный кровоток. Но есть несколько публикаций о том, что ибудосанид, то есть топический стероид, может быть эффективен, но не в тяжелых случаях, а в таких более легких случаях. Ну давайте я вот сейчас передам слово Ирине Александровне. Вы немножко расскажите нам про диету и какую она тут роль играет, и кому может помочь, и как мы ее выбираем. Потому что у всех представление, что если есть какая-то аллергия, то надо бежать сразу сдавать аллергологические пробы. Насколько это действительно работает при зенофильных поражениях и про немножко просто роидную терапию. Так, смотрите, дорогие коллеги, наверное, вот когда лет 10 назад у нас появились в нашем арсенале возможности следовать специфические иммуноглобулины и к определенным продуктам, в том числе и обрадовались и специалисты, которые ввели в зенофильный изофагит, потому что казалось, что вот сейчас мы проведем это исследование, наибольной точной методикой сейчас по-прежнему считается иммунокап, мы выявим, на что же конкретно у пациента с зенофильным изофагитом аллергия, исключим эти продукты, и педным пациентам не придется соблюдать обширную тяжелую диету, и всем будет хорошо, потому что и пациенту не надо соблюдать диету, но и будет достигнута ремиссия. Но, к сожалению, оказалось по пока что не очень понятным причинам, что так это не работает. И все равно, даже если у пациента выявлен определенный спектр сенсибилизации к определенным пищевым аллергенам, и даже если мы именно эти аллергены убрали, зачастую не удается достигнуть там или клиническую, или патогистологическую, или всеобщую клиническую ремиссию. И по-прежнему используется более широкая эмпирическая эллиминационная диета с исключением шести, ну или иногда их называют восьми основных групп пищевых аллергенов, к которым относятся молоко, пшеница, яйцо, орехи вместе с арахисом, рыбой и рыбой морепродукты. Это вот к эзофагиту только относятся или вообще ко всем поражениям? Да, вот тоже хороший вопрос. Здесь, конечно же, представлена отработанная схема для эзенофильного эзофагита. Опять же, он более изучен. Но с учетом того, что, как мы с вами уже сегодня обсудили, что среди пациентов с эзенофильным гастритом также, примерно в такой же пропорции, есть пациенты с аллергическими заболеваниями, мы также понимаем, что это Т2 ассоциированное заболевание. Таким образом, эмпирически была применена эта диета и у этих пациентов, и также виден хороший эффект, в принципе, в примерно сопоставимые цифры. Вот при эзенофильном эзофагите такая диета эффективная, эллиминационная, с исключением шести видов продуктов, где-то примерно в 70% случаях. Примерно такие цифры я видела и для эзенофильного гастрита. И вот здесь вот представлено тоже, это можно просто заскриншотить до того момента, когда это понадобится в клинической практике. Мне очень понравилось это чем? Потому что здесь представлено два варианта, как врач может сделать такое исключение продуктов. Первый вариант классический, это черный вариант, эллиминационная диета, шаги вниз. Мы запрещаем шесть основных групп продуктов. И потихонечку после того, как мы достигли ремиссию клиническую и эндоскопически, и, я так понимаю, патогистологически, то есть нам же еще важно, чтобы эзенофилов не было. Да, то есть мы не только добиваемся клинической ремиссии, это очень важно, но и того, чтобы не было эзенофилов. Мы потихонечку вводим продукты, причем уже известно, что, например, первыми и наилучше переносимыми продуктами являются рыба и морепродукты и орехи. То есть мы уже точно знаем, что именно эти продукты можно ввести первыми. Но я так понимаю, что минус этого метода в том, что нам нужно каждый раз делать гастроскопию, правильно? Да, для того, чтобы подтвердить, что эзенофилов и ткани придется каждый раз делать гастроскопию и проводить пиопсию. И тут семь гастроскопий у нас получается. Второй метод называется шаги вверх. Мы исключаем два продукта. Сначально это молоко и пшеница, причем это прям очерченный вид продуктов. Если не достигается ремиссия, то есть мы делаем гастроскопию на этом шаге, мы добавляем еще два продукта. И исключаем. Ой, извините, да, исключаем еще два продукта. Снова оцениваем клинику и гастроскопию. И, наконец, вверху этой схемы мы исключаем уже шесть продуктов хотя бы на шесть недель. В принципе, потом можно опять расширить рацион. Преимущественным такого метода является, во-первых, что меньше гастроскопии, а во-вторых, потому что он, естественно, изначально, например, если мы на первом этапе, представьте, остановились, какая большая разница для пациента. Мы сократили две группы продуктов или мы сократили шесть групп продуктов. Конечно же, эллиминационная диета, несмотря на всю свою эффективность, как бы, казалось бы, ну пусть и соблюдает диету, раз она так эффективна. Но особенно у взрослых такую диету надо понимать, что соблюдать очень сложно. Особенно если исключить все шесть групп продукта, а что вообще тогда остается? В общем и целом овощи, буквально. И, ну, как бы, действительно, это очень сложно соблюдать. Но, правда, я сейчас вас послушала, коллеги, и подумала, что действительно, ведь симптомы при эллиминафильном гастрите и при поражении эллиминафильным, там, тонкого кишечника, толстого кишечника, они получаются тяжелее. И, может быть, тогда в этом случае это более обоснованно, и пациенты будут мотивированы. Потому что если им просто надо есть более жидкую пищу, они, наверное, ты им говоришь, а вам теперь вообще шесть продуктов, грубо говоря, нельзя. Они, наверное, не будут, ну, особо мотивированы. А если человек действительно неукротимая рвота, и ты ему скажешь, а давай-ка мы с тобой попробуем исключить продукты, он, наверное, будет больше мотивирован. То есть тут как бы качество жизни уже является прямо существенным мотиватором. То есть, может быть, как раз здесь мы чаще будем прибегать к этой диете. Ну и, конечно, есть, как вариант, элементарная диета. Это когда мы просто даем микс аминокислот, жиров, углеводов и микроэлементов пациенту, но иногда разрешаем какие-то небольшие, совсем уж не аллергенные продукты. Это, наверное, больше для малышей совсем подходит, потому что взрослого человека вряд ли. Это дорого, это невкусно. Да, то есть, ну, как бы, конечно. Ну и, наверное, это рационально применять в очень тяжелых случаях. Вот уж такая диета, когда только аминокислотный смесик. В других случаях, наверное, можно обойтись чем-то менее травматичным, чем элементная вот такая диета. Так, ну давайте теперь про... Лечение. Да, про терапию топическими стероидами. Вот можно сфотографировать те дозировки, которые пока рекомендуются. Посмотрите, они достаточно такие серьезные. Пероральная терапия преднизолоном в дозе 1 мг на килограмм массы тела с максимальной дозой 40 мг в течение двух недель, потом потихонечку начинаем снижать. И причем, если вот почитать литературу, везде написано, что совершенно разные исходы могут быть. То есть мы можем пролечить преднизолоном, и наступает уже там ремиссия, и человек дальше больше никогда не вспоминает об этой проблеме. А есть ситуации, когда это стойкое такое течение, когда пациент, получается, находится на постоянной поддерживающей терапии таким пероральным преднизолоном. И есть вариант атопического стероида, это будусонид. Но, наверное, будусонид, он более применим для поражения толстой кишки. Он изначально был для этого и разработан. Вот такие дозировки 9 мг в день. Такие же дозировки мы применяем при лечении микроскопического колита. Затем ее можно потихонечку снизить до 6, потом до 3 мг. И, в общем, дальше уже ориентироваться на клиническую картину и на результаты патоморфологического исследования биоптатов. Ну, в общем, вот пока с лечением, к сожалению, у нас так. Теперь у меня к вам вопрос про биологическую терапию. Опять-таки, раз уж у меня есть возможность поговорить с аллергологом-инмунологом, мы с вами с начала самого передачи говорили о том, что ключевое звено – это Т2-воспаление, а ключевое звено, которое обеспечивает взаимодействие между клетками – это интерлекины. И вот насколько это перспективное направление, можем ли мы применять антиинтерлекиновые препараты, потому что мы знаем, что для эзинофильного изофагита у нас в стране уже одобрен официально препарат для лечения дупилумаб. Как раз каково его действие? Дупилумаб – это антиинтерлекин-4 препарат. Он доказал свою эффективность в двойном слепом, рандомизируемом плацебо, контролируемом исследовании. В общем, все было как положено. Исследование называется ТРИТ. И доказал свою эффективность при эзинофильном изофагите. И на сегодняшний день он разрешен для применения в нашей стране для взрослых и подростков от 12 лет в режиме 300 мг под кожей раз в неделю. Опять же, так как мы понимаем, что патогенез схож, что это похожие заболевания, мы можем экстраполировать эти данные клинически, но, к сожалению, не всегда все, что можно экстраполировать клинически, можно законодательно. То есть в целом, если у нас есть такой тяжелый пациент, можно рассмотреть данную терапию. С сопутствующими этапическими заболеваниями. Но мы обращаем ваше внимание, что каких-то клинических рекомендаций в нашей стране, их нет. Поэтому все то, что мы сегодня рассказываем, это, наверное, больше пока для ознакомления вашего, для того, чтобы вы, может быть, стали обращать внимание на некоторых непонятных пациентов. И уж если вдруг у вас появится такой пациент, и встанет вопрос о том, как его лечить, то, наверное, это будет какой-то вопрос врачебной комиссии, консилиума, да, то есть вот... Ну, желательно. Чтобы не брать на себя на одного такую ответственность назначение перорального преднизолона в дозе 40 мг в сутки, да. То есть это достаточно серьезные препараты, и вы видите и достаточно серьезную нозологию, судя по толщине поражения стенок, осложнениям, перфорации, структуры, кровотечения. Вот, то есть зенофильные поражения, это достаточно серьезная, пока малоизученная проблема. Надеюсь, что мы какую-то маленькую такую лучик света на это пролили, а дальше будем стараться изучать, читать, находить таких пациентов. Ну и будем заканчивать, наверное. Большое вам спасибо, дорогие зрители, за ваше внимание, за ваш интерес. Большое вам спасибо, что вы нашли время и пришли, и погрузились в эту непростую такую тему. Скажите, пожалуйста, прощальные слова нашим зрителям и закончим. Я благодарю наших слушателей. Очень рада была поучаствовать в нашей сегодняшней дискуссии. Мультидисциплинарный подход сейчас – это основа лечения любого заболевания, в частности, таких сложных, как и зенофильные поражения желудочно-кишечного тракта. Спасибо большое за приглашение, спасибо за внимание. Я абсолютно уверена в ценности таких мероприятий, потому что, во-первых, мы сами больше и глубже разобрались в этой проблеме, во-вторых, это возможность рассказать широкому кругу специалистов о существующей проблеме. И только благодаря таких мероприятиях, благодаря повышению осведомленности, собственно, и повышается выявляемость этих заболеваний. Поэтому спасибо большое, это действительно очень-очень важно. Спасибо, до свидания.